Рада приветствовать всех зрителей телеканала Самара ГИСа из студии универсального формата. Меня зовут Юлия Север и рада сообщить вам, что мы работаем как всегда в прямом эфире 202 11 22, телефон, по которому вы сможете стать участниками нашего эфира. Позвоните, задайте свои вопросы нашим гостям, ну и конечно же ответьте на вопросы наши, не просто так ответьте, а получите приз в подарочек, какой-то интересный, замечательный презент. К примеру, сегодня разыгран сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой и билет в кино, в киномечту. Мне кажется, хорошие призы, стоит побороться, внимательнее следите за нашим эфиром, и тогда вы станете их обладателем. Что ж, ну а сегодня тема эфира называется так, пользуются красками, пишут чувствами. Я думаю, догадались о ком, о художниках, архитекторах, люди, которые неравнодушны к живописи, к искусству, к всему прекрасному, хорошему и интересному. Что ж, первого нашего гостя, рада вам представить, приехала она к нам, точнее она наша, все-таки девушка самарская. Посмотрите на нее, улица красавица, потому что в Самаре, как известно, живут самые красивые девушки, но все-таки приехала она к нам из Милана, правильно? Да, все верно. Итак, это Ева Амос, художник, русский художник, ну, который уже живет, работает у нас за границей. Да, так скажем, что реализую я свои произведения на территории Итальянской республики, потому что пришел новый стиль именно там ко мне, потому что в Самаре я, конечно же, рисовала, очень много рисовала с детства, так как родилась, мне посчастливилось родиться в семье художников, поэтому я с двух-трех лет уже держу кисточку и с карандашом в руках. Вот, и как бы в Италии действительно открылся новый стиль живописи, вот, поэтому попозже можем подробнее об этом поговорить. А в детстве все-таки, да, семья художников, так или иначе, как-то вас подталкивали родители к этому, либо сами увидели? На самом деле, да, Юля, извините, что перебила, нет, никогда не подталкивали, у меня родной брат еще тоже есть, и, ну, как бы родители никогда там не наставили, не давали нам ни краски, ничего. У меня мама заметила, когда мне было три года, или, может, два, не помню, она заметила, что я рисую ручкой на полях от газеты и стала мне давать уже листы, как бы, ну, я там сама начала что-то реализовывать. Вот, естественно, тогда родители начали там, ну, сопутствовать во всем, помогать, рассказывать, как что, пользоваться по материалам, вот, ну, как бы вот с этого всего начала. Обрата меня не рисует абсолютно, и он вот сейчас вот говорит, ну, почему же вы меня не научили рисовать? Почему же не дали? Да, почему же не дали все-таки, да, не настояли? Ну, он занимается другим любимым делом, поэтому все здорово. Ну, это хорошо, действительно, судьба, она такая, все расставляет на свои места рано или поздно. Все на своих местах стоят у нас. Хорошо, Ева, а когда все-таки пришло в сознание того, что живопись – это не просто увлечение, а вот станет чем-то большим, именно смыслом жизни, ну, не смыслом жизни, а профессиональной деятельностью? А профессиональной деятельностью? Нет, это вообще абсолютно не живопись никак, то есть я даже, ну, что-то, может, рисовала, но это было вообще… Только для себя, скажем так, да? Что-то для себя, ну, очень-очень редко, то есть абсолютно другая сфера была. И потом, как бы, с переездом уже у меня возобновилась вот эта вот тяга к искусству, и, ну, то есть новый стиль, он пришел вот как раз вот, наверное, с октября-ноября 2014 года. То есть вот, ну, как-то вот вдохновил меня, на самом деле, переезд в другую страну, и вот такая вот интересная история. А чем все-таки стал переезд? Да, вы сказали, что это неким вдохновением стало. Ну, если все-таки отслить свое творчество? Вот было что-то, что до переезда, допустим, в Милан, картины были вот такого формата, до такой сферы. А после переезда вот есть такая четкая грань? Да, есть. Ну, так как я жила в Питере последние пять лет перед переездом, ну, знаете, Питер прекрасный, замечательный город, но, к сожалению, да, отсутствие солнца, оно немного очень сказывается, даже немного очень сказывается на людях, на настроении. И, соответственно, как бы, ну, что-то я делала, портреты, я специализируюсь, на самом деле, на портретах, и поэтому у меня такой очень реалистичный стиль был. Ну, это черно-белые портреты, там, цвет, там, конечно, я использовала, но потом, когда я приехала в Италию, я увидела солнце, увидела всю красоту эту Апеннинского полуострова и поняла, что, нет, это невозможно. Это нужно все воплощать, нужно реализовывать на холстах, на картинах. И вот, ну, на самом деле, вот мы потом уже посмотрим мои работы, там очень преобладают сильно такие вот очень яркие цвета. Ну, я предлагаю сюда посмотреть работы как раз стиля реализма, да, вы посмотрите, что же было дома. Можете как раз вспомнить, где, когда, что? Да, потому что есть реалистичные работы, которые были реализованы уже после вот абстрактного, но они уже немножечко другого уровня, так скажем. Вот, ну, я сейчас буду какие-то комментарии делать. Вот, да, мы видим. Это один из последних портретов, это моя куратор из Миланы, моя подруга по совместительству. То есть это вот тоже реалистичный стиль, но это уже после абстракции. С добавлением, опять же, каких-то красок, да? Ну, как, ну, не совсем, вот это вот, это вот самый начальный этап, это вот еще реализовано было в Санкт-Петербурге. Это моя подруга-журналистка самарская, которая в Питере теперь живет. Далее тоже, наверное, будут какие-то, это тоже реалистично, тоже это начальный этап, тоже. Ну, да, мы видим черно-белое. Черно-белое, такое все такое четкое, струбили. Все реальные люди, это все мои друзья, знакомые, вот, это тоже человек, тоже мой друг итальянский. Какой период, Италия? Это уже на границе, на самом деле, это уже вот такое вот, как бы я переехала в сентябре. Вот это новая работа реалистичного стиля, реализма. Уже видите, что это такие вот яркие цвета, да, но все равно реализм, да? Такой портрет, свадьба. Портретное сходство все равно присутствует. Вот это тоже из нового уже периода. Мы видим краски. Для того, чтобы понять, сейчас мы посмотрим еще работы, которые вот абстрактные немного. Ну, мы видим, что такое преобладает, такие яркие цвета очень. Тоже вот реализм у нас. Тоже мой друг-актер из Рима. Слушайте, у вас прекрасные друзья, которые получают замечательные картины, потому что правда ли то, что художники, они как-то... Выбирают модели. Да, выбирают модели, по-другому вообще смотрят на людей. Однозначно, да. В чем разница вообще между фотографами и художниками? Фотографы есть потрясающе замечательные личности, очень талантливые, но то, что делает художник, портреты, то есть реализованные художником, они очень сильно отличаются от профессиональных фотографий, потому что художник вкладывает всю душу в него, и мы можем увидеть что-то другое, что-то новое, нежели что мы видим на фото. И поэтому очень большая градация, есть очень большая разница. Конечно, свое видение, так скажем. Слушайте, смотрите, какую интересную фразу нашла. Искусство — единственная серьезная вещь в мире, но художник — единственный человек в мире, который никогда не бывает серьезным. Правда ли это? Вообще вы бываете серьезным? Либо все-таки художник в привычном понимании, когда пишете, надеваете какую-нибудь шапочку такую, грязную, вытянутых футболках? Ну, как сказать, не совсем, может быть, в чем-то согласилась, но серьезно. Я не могу сказать, что я точно не однонаправленный какой-то человек. Я очень упрямый человек, но если мне захочется что-то сделать, а мне кто-то будет говорить, вот сделай вот это по-другому, у меня вот если свое что-то есть, я вот иногда не прислушаюсь советам, я вот иногда немножко по своему пути. А вот в качестве какого-то творческого процесса могу поделиться, когда я пишу какие-то произведения маслом или еще что-то, мне очень здорово помогает классическая музыка итальянского композитора одного. То есть она очень спокойная, и меня прям как-то это расслабляет и направляет. Наверное, у каждого художника свое это. Кто-то может слушать какой-то рок или рэп. Но для меня обязательно музыка должна присутствовать. Предлагаю посмотреть как раз вторую, скажем так, второй этап ваших работ. Второй этап творчества. Второй этап творчества. Это как раз абстракция, которая у вас зародилась, скажем так. Да, как раз такой вот эскиз к конкурсной работе, который мы подали на участие в конкурсе в Китае. Мы ждем пока результатов, поэтому неизвестно. Это работа была реализована при помощи акрила и пастели. Тоже видите, очень яркие, кричащие цвета. Это вот как бы такое вот таксерное черта. Очень ярко, очень... А как, кстати, вас воспринимает в Италии вот такую яркость? Могу сказать, что несмотря на то, что Италия страна ярких красок, итальянцы, в свою очередь, художники, они очень боятся использовать яркие краски. Поэтому, когда я приношу им свои работы, они так... Ммм, так интересно. Очень необычная подача для них. Это кажется немного необычным. Потому что они, как ни странно, используют в своих работах какие-то серые приглушенные тона. Поэтому я, может, в чем-то как бы отличаюсь от этого. Но это их ни в коем случае не пугает, это их удивляет, да, скорее всего? Их это удивляет, им это нравится, да. Они очень как бы так прям здорово. А сами по выставкам, по интересным каким-то мероприятиям часто ходите, смотрите, вдохновляетесь вообще? Конечно, но я думаю, что художник, он просто обязан ходить на выставки, чтобы смотреть какие-то новые произведения, какие-то, чтобы вдохновляться. И поэтому как бы... Ну, и в то же время он должен организовывать свои выставки. Поэтому мы должны тоже рассказать про выставки, которые мы реализовали в Италии, да. Ну, это мы расскажем. Ну, а почему спросила про другие выставки? Опять же, нашла интересное высказание для Леонардо да Винчи. Сказал, что картина у живописца будет мало совершенно, если он в качестве вдохновения берет картины других. Но если же он будет учиться на предметах природы, то он действительно сделает хороший плод своего творчества. Вот все-таки для вас картины других, вы учитесь на них, либо просто это какой-то вдохновляющий момент есть? Либо вдохновляет музыка, как вы уже сказали, да? Или что-то другое? Ну, мне кажется, что вдохновлять работы других художников однозначно должны, потому что такие мастер... Вот у меня есть очень, естественно, любимые художники. Это Пикассо, Леонардо да Винчи, то есть это такие, ну, там, не знаю, Ван Гог, Сезанн, Матис. Это действительно гений. Я считаю, что, ну, нам просто... Мы обязаны учиться на них и... То есть вдохновляться, наверное. Надо разграничивать, наверное. Не копировать, да, а вдохновляться. Конечно, однозначно, да. Я могу потом поделиться там, как я создаю какие-то определенные работы, то есть каким путем я это делаю, тоже, кажется, было бы интересно быть зрителем. Что ж, ну, мы до сих пор продолжаем смотреть работы. Действительно, очень интересно. Надо понять, не каждый, наверное, да? Ну, да. Или, наверное, каждый для себя понимает что-то свое. Что-то свое ловит. В этом-то и самое интересное, да, что каждый свое может открыть в работе художника. А как создаются все-таки работы? Вот, не знаю, во сне где-то будут быть видите? Вот эта работа, кстати, очень интересная. Вот она хорошо, что сейчас открылась. Эта работа создана из различных кусочков пастельной бумаги различных цветов. Там красная, бирюзовая, черная, фиолетовая. Вот. Дело в том, что когда... Эта работа выполнена пастелью. Дело в том, что когда мы наносим пастель на бумагу различных цветов, она по-разному звучит на бумаге. И поэтому можно добиться... При нанесении одного и того же цвета на разные цвета бумаги можно добиться разных оттенков. Вот. И поэтому как бы в этом вот прелесть. То есть какую-то новую технику постаралась на себе открыть. Вот. А на самом деле, вот, если мы говорим... Это более реалистичный портрет сейчас был. Если мы говорим по какой-то абстрактной работе, об абстрактном портрете. Я вот тоже сегодня делилась с мамой, мы ее как бы рассказывали, что она у меня художник, мне очень интересно ее мнение. Услышать о своих работах я всегда ей показываю, присылаю работы. Как оценивать, кстати? Ну, сначала, когда я прислала работы, вот, выполненные в абстрактном стиле, она посмотрела так, и я говорю, я что-то не очень понимаю. Вот здесь как-то смещено, здесь какая-то линия, здесь лицо зеленое, синий нос. Я говорю, мам, ну ладно, хорошо, ну ничего. Потом она мне через день как бы... Она говорит, слушай, дочка, я пересмотрела работы, а мне вот нравится сейчас. Так бы пересмотрела. То есть, ну, действительно, нужно, наверное, пересматривать работу для того, чтобы понять. Так вот... Как создаются, да? Да, про работу, да. То есть у меня действительно вот все работы, которые, вот все портреты, которые выполнены мной, это реальные люди. То есть, либо это автопортрет, либо это какие-то мои друзья и знакомые. То есть, что я делаю? Мне нравятся какие-то фотографии моего знакомого, там, или моей подруги. Я беру, смотрю на эту работу, ну, на эту фотографию, смотрю минут 15, так, ну, то есть оцениваю, где там тени, где там что, просто откладываю фотографию и пишу по памяти ему. То есть я, да, то есть где-то я запомню, ну, там, тень, там, ну, здесь нос так, а ну, здесь вот был такой наклон лица, то есть, ну, как бы вот так вот... Ну, это на самом деле интересно. Творить потом начинаете. Да, то есть у меня начинает вот мозг вспоминать, там, что как бы вот так память, памятью. Что ж, давайте немножечко напряжем мозг наших телезрителей, а именно зададим вопрос, на какой из своих картин Суриков не изображал снег? Ну, коль уж мы сегодня говорим о живописи, о художниках. Четыре варианта ответа. Покорение Сибири Ермаком, Барни Морозова, взятие Снежного городка либо переход Суворова через Альпы. На какой из этих картин не изображен снег? 202 на 11-22. Ответите верно, получите сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Ну, мне кажется, и девушке, да и молодому человеку будет приятно получить такой подарок. Так что давайте звоните первым, если вы вдруг хорошо разбираетесь в живописи, быть может, видели недавно все эти картины, то сейчас вам не составит никакого труда. Это сделает к нам дозвониться и ответить обязательно верно на наш вопрос. Что ж, по поводу планов, выставок, я так понимаю, то, что действительно сейчас за плечами уже есть несколько мероприятий, которые прошли с каким-то успехом, есть несколько мероприятий, которые запланированы. Вот давайте сначала поговорим о том, что было, а потом, что будет. Хорошо. То есть, получается, что переехала я год назад в Италию, первую выставку мне удалось осуществить уже в феврале, это была персональная выставка портретов, называлась выставка «Портреты души». Тоже в таком абстрактном стиле все это было выполнено. Следующую выставку мы сделали при ресторане одном сицилийском. Это было приурочено как раз к женскому дню, то есть 8 марта было, поэтому там были все женские портреты, тоже такие яркие очень. И потом мы поучаствовали в передаче. Кстати, это очень интересно, на самом деле, то, что я участвую в этой передаче, это мое первое участие на российском телевидении, потому что первая передача у меня, первый эфир у меня произошел на территории Италии, вот, в передаче, которая называлась «В галерее» с известным итальянским галеристом, то есть мы тоже рассказывали, делились опытом, рассказывала свое вдохновение. Сегодня у вас дебют на российском телевидении. Дебют, да, тем более на самарском, у меня это на самом деле большая честь, потому что, ну, как бы, я уроженка Самары, и, ну, то есть у меня здесь живут здесь родственники, друзья, и, как бы, на самом деле, очень здорово. Я очень благодарна вам за то, что меня пригласили. Конечно, мы, тем более, любим эксклюзивные эфиры, любим какие-то премьеры на телеканале Самаргиз, всегда стараемся удивить наших телезрителей чем-нибудь интересным и познакомить с интересными людьми. Коль уж есть такая возможность, коль уж заехали к нам в город, в ваш родной город, проездом, на несколько дней обязательно улавливаем интересных людей и приглашаем к себе на передачу. Это здорово. И вот последующие две выставки, я прям коротенько очень расскажу, они наиболее важные были на самом деле. Следующая выставка была коллективной, мы сделали ее в Милане, называлась «Дом. Дорога от дома». Эта выставка была коллективной, как я уже сказала, при участии трех русских художниц, которые живут в Милане. Я была одной из этих художниц и как бы соорганизатором. Проходила эта выставка в доме известного итальянского журналиста, который писал для карьеры «Далла Сера», и он жил на территории СССР несколько лет и писал для итальянского издания. И на самом деле было очень-очень здорово и интересно. Нам удалось собрать порядка 80 человек в доме этого человека, то есть у него достаточно большая квартира в центре Милана. И было очень интересно, в формате все это сделано так. Следующая выставка у нас была в Риме уже. Тоже в исторической зоне эта выставка уже была персональная. Был день открытия, был день закрытия, и длилась эта выставка целый месяц. Ваша персональная выставка? Да, моя персональная выставка. Да, еще вот я хотела тоже небольшую помарочку сделать, то что я даю предпочтение не галереям, а вот таким креативным пространствам. Ну как мы да, сказали, это какой-то дом, это какой-то ресторан. Потому что, да, галереи, я считаю, что вот они даже большую часть времени они закрыты, иногда работают по телефону, то есть вот телефон звонить, если хотите посетить ее, очень много так в Милане галереи работы, такой системе. А бар или какой-то ресторан, или какое-то креативное пространство, в котором проходит конференции, конференции, воркшоп или прочее что-то, они как бы каждый день вмещают в себя людей, поэтому как бы более доступно простому посетителю. Вот мы как раз видим, да, сейчас на фотографии ваш эфир, часть передачи. Это вот как раз выставка в Риме, вот про то, что я рассказываю. Видите, очень здание интересное само по себе. И эта зона историческая как бы в центре Рима находится, и сделана она, в общем-то, то есть вот эта гора, холм, которая сделана из черепков. Человеком. Это вообще такое необычное здание, действительно. Да, да, да. Это вот как раз выставка, вот я здесь на гитаре даже играю, пою. Это выставка вот в Милане, как раз в доме вот итальянского журналиста. То есть очень интересно получилось, потому что здесь слияние двух культур, итальянской и русской произошло. То есть, наверное, 50% было итальянцев, 50% русских. Поэтому вот очень интересно это все. Обмен опыта. То есть я считаю, что такие мероприятия, они очень здорово объединяют вот культуры. А если говорить о планах, планах, не знаю, каких-то приоритетах, да, предстоящих, что в приоритете, какие планы, какие-то, может быть, мероприятия уже запланированы? Уже запланированы мероприятия, но, конечно же, это участие в выставках, это очень важно. И, возможно, участие в каких-то международных конкурсах. Вот если мы говорим об участии в выставках, это сентябрь у нас уже полностью, в принципе, заблокирован, забронирован. Ну да, забронирован, да, то есть в начале сентября я еду на Сицилию, участие в коллективной выставке, то есть 35 художников там у меня выставляться, вот я 4 своей работы повезу. достаточно интересное должно быть событие, потому что это будет проходить в здании какой-то старого музея, что-то какое-то, прямо тоже историческое очень здание. Должно быть интересно, при каком-то музее, то есть это, получается, вот первый зал будет, как вот эта вот такая современная выставка, современное искусство, и дальше какие-то уже там более древние работы пойдут. О планах все-таки. Сейчас собираетесь остаться в Милане. Милан близок по творческому, такой город. По духу. Он вдохновляет, да? Да, ну поскольку я там как бы учусь, собственно говоря, поэтому да, я пока закреплена там. Быть может, не знаю, хотите передавать свой опыт, свой талант, свое творчество, какие-то курсы? С большим удовольствием, поскольку в Милане, ну, я вот как бы открыла уже курсы живописи, и у меня уже есть ученики, я очень горжусь этим, вот, и они почти все русские, которые живут в Милане, да. Но как бы если какие-то появятся новые интересные предложения, я бы на территории России тоже, да, что-то. Это может быть, кстати, какие-то мастер-классы, которые могут проводиться по скайпу, или что-то такое, ну, то есть можно, естественно, тоже. Я открыта к сотрудничеству, только, да, я готова делиться своим опытом, и... Ну и под финал, скажите, пожалуйста, в Самаре ненадолго, что в планах? Прямо вот быстренько, потому что остались... Очень быстренько, да, расскажу. 22-23 августа запланировано мероприятие городской маркет еды, меня пригласили туда в качестве участника. Вот второе мое хобби, я люблю очень печь торты, вот, или торты, неважно. Торты, да. Вот, и поэтому меня пригласили туда, и вот приходите, я вас тоже приглашаю, мы можем там увидеться, пообщаться. Если кому-то интересно, кстати, можем быть на связи там в Фейсбуке, если что-то, какие-то, может, интересные предложения есть. И проекты. Да, можете меня найти, я там зовусь Ева Амос. Ну, собственно говоря, как и подписано у нас, наш сегодняшний гость был Ева Амос. Спасибо большое, что были у нас сегодня в эфире. Спасибо. Для наших телезрителей повторю вопрос, на какой из своих картин Суриков не изображал снег? Покорение Сибири Ермаком, Боярни Морозова, взятие Снежного Городка либо переход Суворова через Альпы. Сертификат на 500 рублей в кабинете, в кабинет красоты Татьяны Храмовой, между прочим, разыграем. Ну, а пока давайте прервемся с вами на небольшую паузу, а вскоре расскажем про интересный фестиваль Том Сойерфест. Так зовется он. Что это за фестиваль, кто его организатор, узнаем через минуту. Радио Энерджи в Самаре это настоящий талисман отличной летней погоды. Как только в эфире появляется анонс очередной пляжной вечеринки Энерджи Он Зе Бич, температура воздуха растет, дожди обходят город стороной и все собираются на пляж. Вечеринка Энерджи это и дефиле в купальниках, и бармен-шоу, и выступления барабанщиков, и даже фотогонка. За развлекательную программу отвечали яркие ведущие Денис Козлов и Эльвир Галимов. А чтобы этот вечер навсегда остался в памяти, на пляже работала веселая фотобудка, где каждый мог подобрать себе забавный образ. На этот раз вечеринка была и по-настоящему спортивной. В качестве разминки гости зажигали под веселую музыку фитнес-зарядки, ну а также на пляже прошел турнир по волейболу. Жара продолжается, у Энерджи еще много отличных идей, чтобы это лето запомнилось надолго. Следи за новостями в эфире на 102.5 FM. Ну что же, вы смотрите программу «Универсальный формат». Мы работаем в прямом эфире на 102.11.22. Телефон позволит вам стать участником нашего эфира, ну и, конечно же, какие-то призы выиграть. Вот, к примеру, разыгран сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Прямо буквально до ухода на сюжет задавала я вопрос. Если вы вдруг еще не услышали его, повторю, на какой из своих картин Суриков не изображал снег? Покорение Сибири Ермаком, Боярине Морозова, взятие Снежного Городка либо переход Суворова через Альпы. Звоните, отвечайте, и, быть может, вы станете счастливчиком, которому достанется сертификат. Ну а тем временем, давайте я вам представлю наших следующих гостей. Рядом со мной расположился Андрей Кочетков, идеолог проекта Томсойерфест. Здравствуйте, Андрей. Следующая Дарья Григорьевская, координатор проекта, собственно говоря. Здравствуйте. Ну и Михаил Власов, волонтер. Рассказывайте, пожалуйста, что же такое Томсойерфест, в чем состоит цель проекта, и почему, собственно говоря, ну вы каким-то образом у нас причастны к художникам, к архитекторам и так далее. Расскажите, пожалуйста, пока подумайте на мои вопросы, собственно говоря. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Настя. Настя, очень приятно. Ну, мы сегодня разговариваем на такую творческую тему, быть может, вы любите у нас что-нибудь рисовать? Смотреть на... Смотреть на картину. Ну что ж, это хорошо, это действительно интересно, тогда, быть может, вы исправитесь с нашим вопросом. На какой из своих картин Суриков не изображал снег? Варианты ответа, можно? Давайте. Покорение Сибири Ермаком, Бояриня Морозова, взятие снежного городка, переход Суворова через Альпы. Один, два, три, четыре. Один. Один. Ну что ж, действительно верно. У нас, кстати, есть даже фото этого, этой картины. Вот можете посмотреть, никакого снега действительно нет. Вода есть, снега нет. Я вас поздравляю, сертификат на 500 рублей достается именно вам в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Рады, счастливы? Конечно. Отлично. Ну, мы рады, слышите радостный голос нашего телезрителя. Рассказывайте, Томс Оверфест, как давно стартовал, что за фестиваль? Стартовали мы в июне, хотя, на самом деле, мы до этого полгода так готовились к этому мероприятию, такой непубличной плоскости, все продумывали, решения какие-то делали. Мы решили заняться в меру своих возможностей и спасением исторической среды Самары. Потому что, если какие-то отдельные памятники архитектуры как-то реставрируются еще, то сама историческая среда, конечно, находится в катастрофическом состоянии, деградирует, и никто практически не занимается решением этой проблемы. Более того, нас убеждают, что ее сохранить невозможно, что это стоит невероятных каких-то денег. И, в общем, предлагают все это уничтожить, по большому счету. Мы хотим показать некую альтернативу. Это возможно постановить, потому что действительно историческая часть города, это, наверное, то место, чем гордится Самара, действительно необычайно красивая, и хочется вот эту вот изюминку Самары оставить. Так пришла идея. Сами, быть может, живете в исторической части? Ну да, я жил, в принципе, в центре города. Ну как, идея пришла? Мне кажется, идея лежит на поверхности. Все мы ходим по улицам и видим, что с ними происходит. Это ужасно просто. То есть, если посмотреть там другие примеры городов с аналогичными по ценности исторической средой, нигде практически такого невозможно встретить. Вот, например, приезжал знаменитый архитектурный критик, ведущий российский, Григорий Ревзин, и он сказал, что историческая среда Самары это достояние мирового уровня. В общем-то, этот человек слова на ветер не бросает, и никто ему денег не платил за эти слова. Профессионал своего дела, собственно говоря, оценил именно так. Дальше. Вот идея есть, цель есть. Как собирали людей, волонтеров? Кто волонтеры? Это именно художники, архитекторы, либо просто люди, которые хотят помочь, которые что-то могут сделать, есть желание? Ну, на самом деле, у нас есть медиа, наш другой город, у которого есть читатели, у которых интерес не заканчивается вот этим треугольником, дом, квартира, супермаркет, работа. Это люди, которым нужно нечто большее в этой жизни, которые хотят самовыражаться. И, в общем-то, мы таким образом и собирали волонтеров. Вот Михаил, волонтер, наш самый, наверное, верный, мастеристый, последовательный, который пришел в самом начале проекта и, по-моему, практически ни одного дня не пропустил. И уже сейчас является практически прорабом. Михаил, расскажите вообще, что делаете? Делаем все, что по силам. Начинали мы с того, что сначала обдирали стены от старой краски. Сейчас уже растем, какие-то там конструкции относительно сложные собираем, меняем старое дерево на новое красим. Ну, я бы не сказал, что это что-то сверхсложное, да, но какого-то навыка минимального это требует. Работа интересная, ну, особенно я уже как писал там всегда, да, это, ну, когда-то давно я занимался, будучи студентом, еще археологии, вот это средняя археология, постепенно слой за слоем снимаете с дома вот эту вот накопившуюся, там, не знаю, грязь, мусор, да, и открываются такие красавцы действительно, что это шедевры своего рода. Я думаю, все присутствующие согласятся. Когда мы увидели дома эти в первый раз, вот, казалось, все вот так вот, глаза обнять и плакать. Ну, не предвиделось там чего-то хорошего. Вот, и сегодня дома постепенно преобразуются вплоть до неузнаваемости. А в плане того, кто такие волонтеры, там абсолютно разные люди есть. Студенты, учителя, рабочие. Бизнесмены, школьники. Художники, архитекторы. Ну, на самом деле, все это не спонтанно происходило. Естественно, воль подготовительные, ряд подготовительных работ. У нас были несколько человек-профессионалов, которые нас направляли. То есть это и архитектор, который помогал нам делать планы. Да, первых калмовку подключили, а архитекторов-реставраторов. Да, и начали делать то, что нам заблагорассудится. Нет, конечно, первая была мысль не навредить ни в коем случае. Поэтому это все было так пошагово расписано. Ну, у нас есть фотоподборка, где, собственно говоря, уже видны результаты. Я так понимаю, что проект не заканчивается. Но это промежуточные результаты, да. Он идет до сентября, если я верно понимаю. До середины сентября. До середины сентября. Но у нас есть промежуточные результаты. Я предлагаю как-то посмотреть и рассказать вот... Это один из домов? Это самый старый дом. Он, к сожалению, не очень такой выразительного вида. Но мы планируем его немножко так вот... Вот это он, как сейчас выглядит. Уже сейчас, как он выглядит уже очищенный. Мы планируем... Еще мы подключили ребят с проекта Микрополис. И они на основании каких-то самарских легенд распишут его граффити так деликатно. Слушайте, интересно. Вот это 36-й дом Пальва Толстого. Какой самый печальный. Да, он самый печальный, который мы все рыдали. Вот можно смотреть. Который как раз обнять и плакать, сказал Михаил. Сначала мы плакали. Вот как это выглядит сейчас. Слушайте, ну это действительно не узнать. Кстати, вот на первом этаже обнажился кирпич такой замечательный. 19 века. Это сейчас очень по-итальянски так стало выглядеть. Как вот какие-то стены венецианские. Мы тут еще фотографию чуть-чуть поближе сможете рассмотреть. Да, но это, конечно, еще далеко не финал. Мы уже видели результаты, конечно. Ну, собственно говоря, даже из Кирпича. Вот, а это самый интересный дом с архитектурной точки зрения. За счет того, что у него очень богатая резьба. И, собственно, мы зацепились вот именно за этот кусок. Благодаря этому дому 34-й Пальва Толстого. Мы деревянную резьбу мы демонтировали с него. И увезли сейчас ее восстанавливать в мастерскую. Вот сейчас можно посмотреть, что с ним сейчас. Это демонтаж резьбы. Мы планируем уже начать потихонечку. Это мастер-профессионал. Мы привлекли его Сергей Пимахин, который занимается именно резьбой по дереву. Вот сейчас вот так вот он выглядит без резьбы. Но буквально уже на следующей неделе можно будет увидеть белые наличники. В общем, все это будет выглядеть совсем по-другому. Вот мы видим процесс работы как раз. И очень здорово, что вот мы сейчас, пощупав своими руками, наконец-то все эти дома, про которые нам там говорят какие-то ужасные вещи, что они полуразвалившиеся. Да, на самом деле это все не так. Все это возможно решить, возможно их выправить. И, кстати говоря, деревянные дома даже несколько проще реконструировать, реставрировать, чем каменные. Я просто от тебя можно добавлю? Как человек, которому удалось так пощупать это своими руками, вот то, что называется гнилушками, то, что действительно гнило, да, это пристрои, которые были сделаны в более позднее время, когда эти дома были преобразованы уже в коммуналке. Вот там действительно плохо. Вот эти вот покосившиеся, да, крыльцо, это не родное. Такое ощущение, что дома в некоторой степени, да, отряхивают себя. Вот это мастерская. Кстати, ребят, волонтеры занимаются. Да, это вот мы видим, как они восстанавливают. То есть именно историческая часть дома, так или иначе? Она в прекрасном состоянии, действительно. Ну, не сказать то, что там есть, конечно, какие-то помарки, да, но если... Время свое все-таки дает. Да, эти проблемы решаемые. Решаемые, и не такими какими-то колоссальными затратами. Промежуточный результат, это как раз вот средний, 36-й дом. Начало чистки от штукатурки. Обычная кладка у нас начала когда обнажаться, мы увидели красоту, мы ее решили оставить вот именно в таком виде, потому что именно когда этот дом строился в конце 19-го, в 70-х годах 19-го века, он был именно кирпичной штукатуркой, это уже более позднее время, мы решили вернуть ему первоначальный вид. Сколько домов взяли под свое крыло? Мы взяли три дома, и как бы вот на этот год все, но на самом деле как бы все идет настолько удачно пока, что мы, конечно, обязательно будем продолжать. Среди волонтеров, ну да, мы сказали то, что именно по увлечениям это разные люди, это и студенты, и бизнесмены, это и архитекторы, и, не знаю, люди абсолютно нетворческих профессий. Все-таки по месту жительства хочется определить. Это те люди, которые именно живут в старой части города, которые болеют, либо нет. Ну вот Миша живет в Кениле, у нас люди с Металурга работают. Дело в том, что неважно, где ты живешь. То есть не для себя делают, а все-таки, а для любимой Самары. Эти люди просто любят старую Самару, и как бы понимают, что это одна из ее ключевых ценностей, как, например, Волга. Если Волгу, в общем-то, снести достаточно проблематично, то вот это вот все за 3-5 лет можно уничтожить полностью. Нам тоже всегда интересно, почему люди приходят, а первый вопрос, что, почему мы к нам пришли. Что же интересовало-то, да. Да, они говорят, что очень много говорят, ну, извините за стафтологию, о том, что нужно что-то делать, давайте делать, но, по сути, никто не берется. И здесь, говорит, вы действительно реальное дело делаете. Мы решили прийти, точно так же взять эти вот скребочки, там, краски и так далее, и начать просто встановить своими руками. Потому что больше никто этим не занимается. В наше время какого-то коммерческого интереса у каждого возникает первый вопрос. А для чего? А зачем? А по какой причине? А просто так вот, да, в итоге выясняется. Чтобы сохранить никакого у людей, у волонтеров, к примеру, да, никакого там личного интереса, так понимаю, они не преследуют. Но нам в этом... Есть личный интерес. Михаил? Конечно, у меня личный интерес. Просто здесь нельзя сказать, что нет личного интереса. Здесь у каждого есть очень много личного, кто приходит туда, да. Это личная любовь к Самаре. Вот тут вы сказали, да, что это старый город, это гордость, да, Самара. Для меня это не просто гордость, да, я не показываю там второе, для меня это любовь. Вот старый город. Я там учился пять лет, да. Ну, как дом, который вы любите... И вы взять его на трусики. Да, и вы не придете сюда, просто не помочь, не сделаете его красивее. Это личный интерес, он глубоко личный. И туда приходят такие люди, которые любят город, которые, ну, не знаю, на душе как-то легче становится, когда гуляешь по этому городу. Ну, и есть личный, мне кажется, еще интерес в общении, потому что мы недаром назвали это Томсорфест. Мы хотели, чтобы это стало какой-то такой... Не то, что мы там вот серьезные, всплакнули об историческом наследии и с очень сложными лицами начали... Такими всякими конференциями, началами и так далее. Это площадка для общения. Все люди, которые туда приходят, они общаются, им интересно. Там, в общем, если человек там оказывается, это обычно интересный, замечательный, неординарный человек. И вот это вот общение уже между волонтерами. Многие туда приходят уже не только за тем, чтобы поработать и помочь, но и пообщаться. Опять же, приятное с полидом соедините. Приятное для города и полезное для себя, потому что можешь найти новых друзей. Но я так понимаю, то, что группа ВКонтакте открыта, можно как-то посмотреть, увидеть какие-то, опять же, и результаты, и, быть может, присоединиться к вашей команде до сентября. Это будет продолжаться? Да, легко. Просто набирайте в Яндексе или в Гугле, там, Сойерфесты, и быстро все найдете. Все выдается. Что вам нужно. Следующий год. Ну, лету уже вот под конец подходит закат, скажем так, летнего времени. Следующий год планируется что-нибудь такое? Либо вот это такой единовременный? Нет, мы, естественно, будем продолжать. И тут есть несколько путей, мы сейчас еще рассуждаем об этом. Но, в частности, хотелось бы придать этому такой более широкий резонанс. Например, может быть, провести какую-то конференцию параллельно с этим по проблемам архитектурного наследия. Потому что, как показывают, у нас через вот наш Льва Толстого за это время прошло огромное количество людей, которые приезжали в Самару, там, по каким-то своим делам, участвовали в каких-то своих мероприятиях, и их непременно ввели туда. Вот, например, там вот финский актер Вильхаб Сауа, который вот наиболее известен особенно национальной охоте, роли своей. Вот, они тоже, вот люди приезжают и начинают понимать там, куда им пойти в нашем городе, и понимать, что это, наверное, чуть ли не самый интересный проект, куда можно всегда прийти, посмотреть. Слушайте, ну это клево. Я не коренной житель Самары, но действительно я люблю этот город, и люблю его вот за свою изюминку именно старого города, именно центра города. И поэтому вам спасибо лично от себя говорю, что вы как-то так вот решились действительно не разговорами, а делом доказывать то, что это возможно восстановить, возможно сохранить изюминку, возможно сохранить, собственно говоря, историю. Вот, потому что история, она всегда интересна. К сожалению, мы начинаем понимать слишком поздно, что история, наверное, интересна. Я вот так вот думаю. Есть такое? Ну почему? Поздно. Не поздно, не поздно. Пока вот сейчас и нужно действовать. Пока сейчас нужно. Сейчас или никогда. Ну хорошо, надеюсь, что ваш проект действительно заживет, он уже зажил и принесет много результатов, увидят нужные люди и поддержат. Все сможете, все сделаете. Спасибо вам большое, что были у нас в эфире, спасибо большое за такую идею. Что ж, ну а вам, дорогие телезрители, хочу сказать спасибо, что смотрели универсальный формат. Как всегда, в каждый будний день в прямом эфире мы для вас в 13.05. Ну а пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!